Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Видео завораживающий русский, где мы говорим о самых интересных длинных словах русского языка. И если вам нравится это видео, ставьте, пожалуйста, большой лайк и подписывайтесь. И сегодня у нас слово взяточничество. Взяточничество. Не очень веселое слово, не надо улыбаться. Взяточничество. Взятка. Взятка это такой коррупционный термин. Это когда мы берем деньги или не обязательно деньги, вещи, что-то берем от человека или даем, чтобы получить что-то нелегальное. Это взяточничество. Взятка. Мы можем взять взятку или дать взятку. Взятка. Это от слова взять. Взять. И взяточничество значит коррупция. Коррупция, когда системы, инфраструктуры не работают правильно, не работают хорошо. И когда, чтобы получить что-то, вам нужно... нам нужно заплатить деньги или что-то дать человеку, который, в принципе, должен нам это дать бесплатно, но мы должны платить. И есть страны, где взяточничество на всех уровнях государства. Я думаю, что почти везде взяточничество, коррупция есть наверху, но зависит от страны. Какой пример? Например, мэр города может сказать взяточничество это главная проблема нашего города. Или я обещаю, что буду бороться со взяточничеством. Бороться значит против. Я обещаю, что буду бороться со взяточничеством. Взяточничество. Так, вот такой пример. Да, коррупция и взяточничество это синонимы. Я бы сказала, что коррупция это больше наверху, и взяточничество это внизу. Взятка. Дорогие друзья, напишите, а в вашей стране есть взяточничество? И в каких ситуациях, в каких ситуациях нужно давать взятку, например? Я один раз в жизни дала взятку очень маленькую. А может быть, однажды я вам расскажу, но это было абсолютно не в университете, не на работе. Это была очень маленькая взятка и только один раз в жизни. И потом я думала, боже, что я сделала, какой кошмар. Да, но это было в девяностых годах России, поэтому, да, в девяностых годах взяточничество было очень популярно. Сейчас уже меньше. Вот такое слово. Пишите ваши примеры. Спасибо, что смотрите. Приходите на мой сайт, слушайте подкасты, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных, где мы говорим только по-русски, и у нас нет взяточничества. До скорого. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»